Друзья мои, я сижу, сейчас смотрю, вот этот суд над Бешимбаевым, сейчас прение сторон, выступает прокурор. И я знаете, что подумала, сейчас я звук уберу, я знаете, что подумала, что вот несмотря, вот какой приговор ему вынесут, да, потому что уже у нас чаша полная у людей, которые всё это видят, вот вы знаете, она считает приговор, а как будто это вот у меня комок в горле стоит, и я хочу расплакаться, понимаете, вот это всё перед глазами, всё, что она говорит, протекает, вы знаете, и даже сейчас не могу успокоиться, никто не спокоен, весь мир уже. Но я знаете, что вам хочу сказать, какой бы они приговор не вынесли, даже если они ему вынесут очень мягкий приговор, и даже если он через какое-то время по хорошему поведению выйдет назад, на свободу, потому что там тоже говорят, нету никакой правды, то ему долго не прожить, ему легче дольше прожить в пожизненном заключении или в камере, потому что обязательно его убьют на свободе. Я не знаю, это можно говорить или нельзя, но это моё такое мнение. И очень много на него злых людей, очень много. И это не забудется ни за 10 лет, ни за 20 лет, и даже не за 30 лет. Так что ему лучше сидеть, признать свою вину и идти на пожизненное заключение. Так думаю я. Вот это судья, которая будет это дело судить.